Всем привет, с вами Мерссириус 12, и мы продолжаем проходить игру Та Вайсити с адоном Делюкс. И как вы помните, я говорил, что в этой серии мы будем проходить миссии за квинцев. И сейчас мы едем к ним на миссию. Первую мы уже выполнили, это трюки на лодке. Я этой миссии уделял всю серию. Ну, я думаю, вы понимаете почему, потому что в той миссии у многих уникали проблемы, но думаю, теперь не возникнет. Так, мы сейчас едем к кубинцам, пока едем, наверное, маленькое скупление, в течение откупления, а, ну ладно, вызывайте как хотите. В общем, в чём суть этих миссий, что у кубинцев, что у грейтян. Особой оригинальности в плане сюжета они не отличаются, и димплей они как-то ещё разнообразили во время выполнения за них миссий. Так, сюжет у них достаточно банальный. То есть, если мы играем за кубинцев, ну не за кубинцев, а именно миссии выполняем за ними, то мы мочим гаитян. Если мы будем потом играть за гаитян, то мы будем мочить кубинцев. Вот весь, в принципе, сюжет. Ну, это, в принципе, понятно, большой район, две группировки, которые всё время враждовали. Так, у меня эта миссия... Блин, что-то я забыл подготовиться к этой миссии. Мало того, что у меня нет оружия... Так у меня вообще ничего нет. Вообще. Так, ладно, сейчас давайте подготовимся. Значок никуда не пропадёт. В общем, что нам нужно для этой миссии? Обязательно взять броник. Сейчас мы его поедем, возьмём его. Так, клюшка есть, но клюшка, в принципе, нам не сильно поможет. И... Вот какое-то начальное оружие. Чтобы снести первую... Ну, первую партию входа, скажем так. Волну. Так, вот броник взяли. Также здесь есть гранатомёт. Сейчас я вам покажу, где он лежит. Он нам пригодится. Как раз пару выстрелов там есть. Конечный там лежит, блин. И... Он как раз нам найдет миссию в эту тему. Но один гранатомёт нам не сильно поможет. Нам нужно какое-нибудь стрелковое оружие. Но пистолет не сильно подходит. Так же, как и троповик. Блин, ну вылазь, Томи. Вот только не говори, что ты вылезти не можешь. Можешь, я же знаю, что ты можешь. Уже брал гранатомёт. Так. Смотрел, сколько выстрелов дали. Ну, по-моему, 4 там дали. В общем, броню взяли, гранатомёт взяли. Гранатомёт, конечно, не обязательно. Но, во-первых, я место вам показал, всё влезет. То есть, проблем у вас не возникнет. С тем, чтобы его добыть. Плюс он реально там понадобится. Ну, облегчит нам задачу. Так, чё теперь? Теперь нам нужен пистолет-кукулемёт какой-нибудь. Так, я знаю, что штурмову ближе. Как раз недалеко от бритянской миссии. Правда, их тут ещё не брали, но я помню, где эти места продвинительные. Там М-16, по-моему, и вот эту машину взять надо. Для этой миссии нужна, разумеется, не именно эта. Нужна любая четырёхдверная машина. Правда, некоторые четырёхдверки не подходят для этой миссии почему-то. Прям говорят, что машина маленькая. Но вот эта, я знаю, точно подойдёт. Можно взять такси, коповскую машину. Какие там ещё есть. Я думаю, разберётесь. В принципе, сложности не должно возникнуть. Там, по-моему, буквально одна-две машины, которые не подходят. Хотя у них четыре двери. Так, штурмовая винтовка вот тут лежит. Только аккуратнее здесь гаитя не ходят. Так, сколько нам дадут? Четыре выстрела гранатомёту и два магазина КМ-16, то бишь 60 патронов. Ну, этого хватит нам, чтобы вынести первую партию. А дальше мы с них пистолеты-пулемёты соберём. Плюс нам ещё снайпу там дадут. Правда, выстрелов к ней мало будет, но всё равно. Вот теперь мы к миссии готовы. Так, я не помню, а кольцо пробит, что ли? Нормально. Всё, теперь главное не разбейте машину. Как я уже сказал, нужна именно четырёхдверка. Но она нам не сильно долго будет помогать, эта машинка. То есть мы быстро бросим. Так что личного гаража брать не советуем. Блин, это грёбаные столбы. Вот аудио вот это, по-моему, тоже подойдёт. Ну ладно. Так, загружаем наших пакетинцев. Мы будем драться, как мужики. Ну, миссия называется «Пушечное мясо». И это действительно символичное название. Вы сейчас сами поймёте, почему. К тому же, мало того, что это название символично, оно ещё в буквальном смысле отражает сути этой миссии. И пушечным мясом в этой роли выступают не только гаитяне, но и наши парни, которых мы сейчас везём, которых потом ещё подвезут. Ну, сами увидите, ладно. Я не буду полностью сжёд поедать. Ехать тут неделеко. Ну, вот эту миссию я не мог выполнить с первого раза по одной простой причине, как в конец нам надо сперить какой-то товар, а он ездит уже в определённой машине, и машина очень медленно. А у нас там пару звёзд сразу дают. Ну ладно, это мы потом разберёмся. Сначала стреляем из РПГ по машине. Она здесь будет, как видите, как нельзя, кстати. Ну а теперь штурмуем. Конечно, тут снайперка больше подойдёт, но, в принципе, и зэмочки можно перебить их. Э-э, Томми, зря ты побежал. Ну вот. Видите? Уже тут три трупа с нашей стороны. На крыше снайперы! Они дерутся, как девчонки! В укрытие! Нам нужна подмога! Ну вот. Та партия, которых подвезут, я вам рассказывал. Правда, и они, можно сказать, смертники. Выживет только он в головарях, рядом с которым сейчас Томми стоит. Ну и, собственно, мы сами. Сними этого снайпера! Остальные, в принципе, тоже будут живы, но хрен его знает. Выживут они полностью или нет. Так, вот этих чуваков не пытайтесь перебить, они так и будут выбегать. Ваша задача взять снайпу и быстрым метким выстрелом снять снайпера. Убит. Блин, своего убил! Да ёп твою мать, а! Давай, убей меня! Вот-вот. Дебильный косяк. Какого хрена он под линию огня, конечно, бежал? Как таковой, с нашей стороны, вины нет. Просто нельзя быть таким дебилом, чтобы бежать под огонь. Ну и чё, теперь нам опять надо заново всё собрать. Ну, как многие говорят, ах ты, сволочь. Повторение мочучения, да? Установим здоровица. Моцик. Не, пока на моцике поезжу, машину мы под конец будем искать, потому что вы не любители ездить. Поверь, чё-то я тупанул, отвлёкся. У любителей ездить на машинах, хотя раньше любили. Мотоцик вообще не признавал. Так, броня, М-ка и... И чё ещё? А, РПГ. Блин, вот нельзя где-нибудь в этом городе, ну, точнее, вот в этом райончике стрелковое оружие засунуть. Потому что мне надо всю карту проехать, чтобы, блин, эмпу взять. Но вы сами видели, без неё никак пистолет там никак не поможет. Так, извините. Походу, моё, чихать любого. Ну, думаю, зато вы теперь точно запомните, где и что собрать. Проблема у вас не должно возникнуть. Так, вот правда, сейчас Томми опять будет с бассейном тупить. А, он с РПГ не прыгает. Всё. В принципе, РПГ не обязательно. Вы сами видели, её нам... Она нам нужна только на один выстрел. Это ту машину, которая, как бы, в роли баррикады выступает. Взорвать. Ну, а заодно и лихотильцы, которые за ней прячутся, тоже уничтожатся. Так, ну, вот у нас сейчас на карте есть значок миссии боитян, то есть проще ориентироваться. Сквозь эмки, блин. Цепильный мод. Где мой любимый мод? Моего любимого просто управляемость офигенная. Реагирует быстро. Так, где эмка? Тут же была. А, понятно. Ну, ты бери. Пробежал сквозь неё, не взял ни хрена. Всё, теперь машину ищем и на миссию. Стараемся уже в этот раз наших не убивать, пускай бегут вперёд. Так, нет, такси перед ментами я угонять не буду. Это Мартин, у него две двери, да. Машинка. Наконец-то сейчас они в основном двухдверные будут ездить, законы подлости. Ага, во, вот это тоже подойдёт, я помню. Мартин тоже подойдёт. Так, берём миссию. В роликах ничего такого. Так, и самое главное, наша машинка не пропала. Так, ну да, ну так, мустанги, давай, уезжай. Ни фига себе, у Камары там сигнал как у КамАЗа, блин. Так, ну всё, в принципе, мы готовы. Сейчас едем, и главное, не накачайтесь, быть аккуратным. Как на российских дорогах водить. Думать не только за себя, но и за других. В нашем случае думать ещё и за неписи. Потому что им вас Бог явно не дали. Но если не письмо, это ещё простительно, то большинство водителей на наших дорогах это, конечно, простить сложно. Ну ладно, не будем отвлекаться, астап, уйди. У меня тут война идёт, и штуки ездишь. Эй, труп, хорошо, что вы смогли справиться. Смердящие гнездо гаитианцев. Мы их всех убьём. В атаку! И начнём мы с РПГ. Потом зачищаем от репоты. Чуть их слишком много, а? Ну я, правда, не особо экономно стреляю. Так, у меня один из патронов, и ещё один чувак. Пять патронов. Ага, есть. Ребята, заряжайте. Последним пятию снять успел. Так, мы увидели, что Томми бежал вперёд, но по скрипту он, видимо, потом тормозит. Что ему сейчас мешает Томми снять, да? Нам нужна подмога. Давайте быстрее, оружие собрать хочу. А вот сразу они такси не могли взять. Надо было именно Томми ехать, вести его, да? Правда, без Томми они бы не справились. Точно? Сними этого снайпера! Да, оружия больше нет. Снайпер убит, но у нас нет оружия. Ага, вот. Сейчас нам любое пойдёт. Так, ну вот кубинцы уже штурмуют вовсю. Так что я лишь буду собирать оружие. Так, ну вот тут уже им надо помочь. Всё, сейчас они ломанутся в атаку на пару с Томми. Кстати, запомните это место, мы сюда ещё по миссии говичан вернёмся. по миссии говичан. Они купили. Дурак, нам нужна была эта машина. Так, ну вот нам говорят, что нам нужна эта машина. Так, эти уроды нас пытаются вытянуть. Ты чё сел в мою машину? Нам дали две звезды, как вы видите. А плюс ещё все колёса проколоты. Аспирине. это значит, что я обязательно использую чип, потому что сейчас и с колёсами это будет сложно. Вот из-за этих вот идиотов, которые любят портовать нас в хок. Мало того, что мы можем перевернуться. Вот именно вот из-за этого фургона я миссию никогда не мог с первого раза вытонуть. Так что, если сегодня у меня это получится, я буду считать, что с первого раза, потому что первый раз косяк был явно немой и они не виноваты на неписях здесь тупые. Но вот этот фургон, он реально миссиотский. Мало того, что он любит переворачивать, он просто обожает это делать. Он ещё настолько медленный. Аспирине. Я не знаю лично. При великом везении только можно эту миссию выполнить без хода, потому что колёса так любят подрываться, а машины так любят загораться. Но как вы понимаете, самое страшное, что может быть, это если мы перевернёмся. Потому что если мы ещё на колёсах загоримся, мы ещё это можем исправить. Также нас могут выкинуть сволочка мусорская. Томми Версетти ни в чём не виновен. Ну вот вы сами видели. Так, миссию, точнее такси я не беру. Видимо опять я всю серию уделю одной миссии. Но я думаю зато вы поймёте. С чем вам надо иметь дело в этой миссии? Не будете повторять моих ошибок. Сейчас я за РПГ не поеду. быстро возьму свой любимый пулемётик. Супер пулемётик. Свою любимую моцик я уже взял. Возьмём броню и возьмём М-ку и поедем сразу на миссию. Также сейчас я вам покажу ещё где пистолет и пулемёт лежит. Благо мы приехали в место недалёкое от этого пулемёта. Ну кто-то мне уже писал в комментариях про байкерский клуб. Правда я тогда натупил и подумал про другой клуб. Но на самом деле вот этот клуб. А оружие вот оно лежит. Правда тут всего 60 патронов. Но в дополнение с М-кой этого нам вполне хватит. С пистолет и пулемёта мы снимем машину. А с М-кой уже до вершин зачистки. Так у меня осталось 13 минут я опять снимаю утром. Сейчас у меня если вам интересно 8-20 утра доходит. Вот почему я люблю мотоциклы это скакать между рядами. А вот почему этот я люблю потому что именно на этом скакать между рядами удобнее всего. Управление у него реально отзывчивое. так взяли и сейчас переедем на миссию а не не на миссию блин чё зачем их брать с собой они всё равно сдохнут А мне вот машину скак четырёхдверную везти потом на этой придуршиной машине какой бы она ни была Я бы на своём мотоцикле быстренько доехал потом бы товар взял и на своём быстреньком мотоцикле опять бы свалил Никакой бы мусор меня уже не догнал пока мой любимый мотоцикл привет голубая ОБЖ ОБЖ БМВ ОБЖ 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 Так ну вот сейчас я в последний раз пробую если сейчас у меня не получится то наверное мне придётся всё что я наснимал за час удалить и днём снимать заново я думаю стараться сразу и пройти Мало того что идёт ещё днём опять повторять днём хорошо все днём снимают значит что я второй паре это значит что я чужусь вторую по четвёртую а это значит что домой приеду полпятого вечера и снимать начнут только пять там я разумеется буду никакой и особо тянуть на съёмке у меня не будет поэтому мне сейчас профизм надо 2 месяца пройти долго но хотя бы так 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 с ппшника снимаем машину дали соборский штурм кого я убил придурки откуда здесь этот гаитянин вы мне скажите баранские создания блин надо было пистолетов пулемётов набрать пистолетов нам куча мусоров а мы на ногах так мне нужна тачка срочно блин там еще гритяне идут сейчас они по льбу устроят так так первая звездочка уже радует так первая звездочка уже радует так где-то здесь можно вторую ведь найти точно помню в каком-то на этом коллекторе что ли я не знаю как еще сказать так мне в срочном просто в срочном порядке надо найти машину к счастью сейчас я не просла не просрал снарягу поэтому у меня еще есть шанс успеть найти миссию утром все последняя попытка пусть я немного подзадержусь но все же так ну давай машина любая четырехдверная нахрена мне это porsche а мастерскую нету гонять мастеров о такси никогда не думал что буду радоваться такси вылазь нахер грузин все теперь главное не косячить вот такая косячная миссия в основном из-за фургона потому что стурму в принципе можно пройти а если еще глаза разуть и думать за НПС то можно в принципе сократить сократить количество переигрываний еще на некоторое количество повторяюсь кстати когда я играл у меня такого не было ну что бы вот НПС под огонь лезли нет в основном я переигрывал именно из-за фургона потому что он настолько дебильный что я ну не с первого раза мог уехать на нем точнее не уехать а доехать до кафе нам надо на этом фургоне так все последняя попытка если миссию выполняем сразу несемся сохраняться мы будем драться как мужики поделитесь как хотите я тут причем у меня главная миссия успеть пройти до часа потому что днем я уже снимать ничего не захочу явно даже не днем уже вечер да походка еще на улице в голове ветер дождь кстати чтобы вы понимали о чем я говорю но в плане того что я тороплюсь как только я закончу часть через 5 минут я уже буду приют на остановку а через 15 наверняка уже буду ехать в тралли понимаете насколько и друг хорошо что вы смогли справиться рамками слюрдящее гнездо гаитианцев мы их всех убьем в атаку убьем пошлите уже в атаку первым делом взорвать машину блин целый магазин потратить а взрывайся давайте защищайте этих уродов ну ребята заряжайте так дебилы побежали снайпер отработал на крыше снайперы они дерутся как девчонки в укрытии нам нужна подмога блин почему нельзя пропустить эту вставку так ну чего могу еще посоветовать в этой миссии кроме того что взять вот когда мы дойдем до фургона я тогда попытался свалить сразу но если у вас хватает патронов боеприпасов и оружия то я бы вам советовал перебить сначала тех гаитиан которые там выбежали лишь потом убивать угонять фургон убит все снайпер убит вы че встали придурки или я все за вас делал должен идиот реальный идиот дерись как мужик с большими яйцами дайте мне оружие собрать пропадет вот сейчас придурки со своими вставками идиотски вам необходимо убить гаитиана а не кубинца дурак нам нужна была эта машина все патроны кончились вообще еще можно заюзать код на то чтобы вас менты перестали разыскивать ну вот так вообще весь интерес пропадает выполнять эту миссию так вот кубинцев мы перебили набираем оружие пригодится на халяву туда и валим в нах отсюда блин идиотский фургон мало того что он вообще не управляемый только он еще и медленный так вот как только вы выходите на дорогу идиотское такси и откуда что взялось в общем как только вы вышли на дорогу поддавайтесь течению то есть не как-то пытаетесь вилять на этом фургоне это бесполезно просто наберите скорости и постарайтесь оставить мусоров сзади пока они за вами в погоне они вас не будут забортовать но как только они вас обгонят они начнут вас заранить в бок разумеется вас занесет и все кончится этим печальным провалом так или иначе сейчас у меня есть все шансы так вот дурот бортует меня сзади вот я миссию довез сразу звезды пропали какие у них проражные так все я вылазил из этого фургона нахрен так что у меня есть куча пистолетов пулеметов тогда я тихотую за нем и наверное надо бы ехать сохраняться но мне впадло ехать на другой остров сейчас мы купим небольшой домишко ооо блин мой старый друг мотоцикл ща еще соберем алёха оружие кстати у меня есть еще две минуты вложился в график на последних минутах и вот в россии все так делается большую часть времени ресурсов жопы в район ну вы поняли последние секунды с самого минимума всего необходимого бац и все получается так сейчас я вам покажу что я за домик куплю ну это даже не домик это скорее конура но она стоит дешево главное чтобы она продавалась потому что задолбало меня каждый раз ездить на другой остров надо уже и недвижимость приобретать конечно в основном недвижимость я начну покупать после того как пройду миссии за особнякных сет когда мы его разумеется захватим и он начнет там денег приносить тогда-то я и начну недвижимость покупать ну а пока я только вот этот домик куплю чтобы у нас по одному месту сохранения было на каждом острове так эмки мало у нас но он стоит по-моему полторы даже тысячу всего 1000 баксов оно того стоит хороший домишка ну ладно давайте сохранимся и на этом закончим часть спасибо что смотрели подписывайтесь на мой канал ставьте лайки комментируйте видео это все стимулирует снимать видео почаще по качестве не получше также вступайте в группу вконтакте ссылка будет в описании там вы можете узнать последние новости просто пообщаться или задать какие-то вопросы мне ну и все как всегда по традиции чаще сохраняйтесь и по возможности проверяйте ваши сейвы это все вам сбережет не только время но и нервы так все нормально у нас с сейвом ну а я на этом с вами прощаюсь спасибо еще раз что смотрели увидимся до скорого и не болейте и не болейте спасибо